Молодая семейная пара, вместе живут 5 лет, муж зарабатывает, они счастливы, и у них долгожданный второй ребенок рождается, и у нее появляются навязчивые мысли убить своего ребенка. Голос в голове, говорит, положи подушечку, ему даже больно не будет, он даже дергаться не будет, он не заметит. Я не знаю, что с этим делать, я от этой мысли просто с ума схожу, но у меня в голове такой вот, ну вот прям голос какой-то. Муж над ней смеется, издевается, когда ты просто, короче, ну, неадекватная, некорректная, а она не знала, что с этим делать. Я пришла на терапию, и мы с ней проработали ее телесные зажимы, блоки, она прокричалась, проплакала, она переосмыслила, как бы, свою жизнь, да. Когда мы завершили терапию, то вот этих навязчивых мыслей уже у нее не было. И говорить о том, что как ей помогло, оно нереально просто помогло, потому что в классической, скажем так, психологии такие вещи убираются очень тяжело и при длительной терапии. А тут сессия, проплакались, прокричались, то есть я ей там триггерные точки продавил, где-то постучал там, для того, чтобы тело выдало вот эти эмоции. И тело выдало эмоции, человеку стало легко. После родовая депрессия, просто депрессия, после развода седром, после свадьбы седром, отношения людей, тех, кто с этим не сталкивался, они говорят, что это надуманные, особенно мужчины, мужчины говорят, ты просто о плохом не думай. Но просто о плохом не думать, когда у тебя послеродовая депрессия, невозможно. Не самые частые случаи, но бывает даже, что после родов некоторые женщины сходят с ума. Процент не сильно большой, правда, там, я не знаю, 1-2%, но 1-2% в статистике это одно. Но другое дело, когда ты в это попадаешь, что с этим делать. Легкую депрессию переживала, наверное, любая женщина, которая сталкивалась с родами. Почему? Потому что 9 месяцев ты вынашиваешь ребенка, потом он рождается, это, конечно, радость, но очень дикие гормональные перепады, очень высокая нагрузка на тело и на психику. И не все женщины с этим справляются. Мне позвонили, у меня племянница, говорит, вот она вот сошла с ума после родов. Тогда я только начинал, я приехал к ним домой, и, ну, она реально неадекватная девочка, там, лет 20-22, может, и она ни маму не узнает, она и в памперсе сидит, потому что она в туалет не ходит. Ну, в смысле. И я с ней поработал, короче, часа два, наверное, поработал, на следующий день переехал, она сама помылась без подгузников, она стала узнавать маму, но муж запретил ей, чтобы мы с ней работали. И, как выяснилось, оказывается, юридически муж прав имеет на жену больше, чем родная мама. То есть он ее взял насильно и сдал ее в больницу, потому что он считал, что медикаментозно это лечится. Что с ней стало, я не знаю, потому что очень сложно отслеживать, как бы, логику. Почему? Потому что, ну, просто связь рвется, когда человек, ну, надеется решить проблему, и когда проблема не решается по объективным причинам, люди просто пропадают, и очень сложно там даже спросить, как у нее дела уже некое. Такой свежий случай недавно женщина приходила, она такая, все плохо, ее вот так трясло, у нее тремор, и она пришла и говорит, вот я после рода в себя прийти не могу, ее то морозить, то жар, короче. Мы с ней поработали, тоже проплакалась, прокричалась, проревелась, спасибо, спасибо, хорошо. И на следующий день мне звонит ее сестра, говорит, было легче, но, короче, ее опять кидает. Я говорю, ну, приходите на вторую сессию. Знаете, в чем, что интересно, что человек, когда начинает съезжать с катушек, у него появляется вот этот цикл какой-то, цикл мыслей, все плохо, то есть ты ее вытаскиваешь, опять все плохо, и опять, опять, и таким людям нужны резкие, корректирующие какие-то события создать. То есть ты ее встряхиваешь так, что для того, чтобы она собралась, да, и вот я чуть-чуть еще доработал с блоками, потом стряханул, грубо очень и насильно смотивировал. Я говорю, ты должна, обязана, там, ну, в общем, я проманипулировал очень жестко с ней, и на следующий день сестра позвонила, сказала, большое спасибо, все. Если брать коучинг, то в коучинге так нельзя, да, то есть манипулировать, там, как-то давить, там, мотивировать излишне агрессивно, но есть случаи в жизни, когда это очень архи-необходимо. Это практически единственный инструмент, наверное, который может повлиять. И в жизни мы также замечаем, что иногда очень жесткие какие-то события нас очень сильно мотивируют и корректируют наше поведение. И поэтому, когда психолог создает корректирующее воздействие на клиента, то, в принципе, это, ну, оправдано. Не всегда это социально понятно, не всегда человек может понять, что это ему во благо, потому что некоторые думают, что, ну, вообще что-то сделал, да, потому что как-то случай был. Я был у очень известного психолога российского на тренинге, и он сказал, он так к женщине подошел и говорит, у тебя все плохо, ты скоро умрет. И у нее там истерика. Я говорю, и она такая, Игорь, что делать, он тебе так сказал. Я над ней посмеялся, еще и песню «Земфиры» поставил. «Пожалуйста, не умирай». И она, а, ты издеваешься надо мной. Я говорю, ну, ты же умрешь? Ну, конечно, умрешь, но не сейчас же, что-то пойдем победой. И мы с ней пошли на обед. Там была комната, где можно было поработать. Мы с ней поработали. И этот известный очень психолог, когда ее увидел, на нее посмотрел, он говорит, теперь все хорошо. Ты можешь написать в комментарии, сталкивалась ли ты с какими-то из этих видов депрессии, там, хронической усталости, там, панические атаки. Почему? Потому что даже бывает там руки вот так выворачивают, ноги выворачивают, лицо немеет. То есть, ну, были ли у тебя такие случаи, как ты справилась с этим или справился, если вдруг. В принципе, все. Пиши в комментариях свое мнение на этом видео. И пожелаю всем удачи. Пока.